МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Город сегодня». Здравствуйте! У актёбинцев появилась возможность задать вопрос юристу, не выходя из дома или офиса. Конфликты могут быть разными. От дорожной аварии до скандала с соседями. И зачастую можно найти решение проблемы без обращения в суд. Медиация, то есть внесудебное разрешение споров, занимает всё более прочное место в правовой практике. В своё время Верховный суд Казахстана поддержал введение института медиации. А с этого года профессия медиатора вошла в классификатор Министерства труда. То есть эта специальность получила официальный статус. Во многих случаях сторонние посредники помогают людям найти компромисс в решении не только гражданских, но и уголовных дел до средней тяжести. В актёбе медиаторы принимают граждан в региональной палате частных судебных исполнителей. А также в народной канцелярии на втором этаже. Сейчас на сайте медиации КЗ появилась функция «Задать вопрос юристу». Кроме бесплатной консультации онлайн от юриста, вы можете задать свой вопрос медиатору или психологу Западно-Казахстанского центра. Тему продолжим с директором Западно-Казахстанского центра медиации и переговорного процесса Алиёй Куртаевой. Здравствуйте, Алия Владимировна. Расскажите, пожалуйста, в чём главная задача медиатора – помирить или дать дельные советы? Вообще, когда говорят, что медиатор – это примиритель, всё-таки я хочу унести ясно, что медиатор – это посредник. Третье – абсолютно беспристрастное, незаинтересованное лицо, которое помогает конфликтующим сторонам найти такое решение, которое будет взаимовыгодно для каждой из них. Поэтому я считаю, что медиатор, он больше, наверное, посредническую оказывает функцию при разрешении тех или иных конфликтных ситуаций. На какие вопросы Вы можете ответить онлайн, а с какими всё-таки лучше приходить на личный приём? Мы консультируем стороны, и чтобы там соблюдался в первую очередь принцип добровольности, чтобы у стороны было желание сесть за стол переговоров и принять хоть какие-нибудь шаги для того, чтобы достигнуть именно мира и урегулирования мирным путём. Поэтому мы оказываем как юридически, так и по вопросам медиации, и если в последующем сторона изъявит желание, конечно, не обращается к нам. А как вообще человеку разобраться, когда лучше идти к медиаторам или всё-таки придётся идти в суд? С момента принятия закона с 2011 года уже прошло свыше пяти лет. И вот зачастую задают вопрос, а в чём трудности? Я так думаю, что это малоинформированность населения. Вообще, когда возникает та или иная конфликтная ситуация, мы привыкли разрешать её традиционным способом путём обращения в суд. И, тем не менее, существует ещё один способ – это внесудебное. То есть, не доходя до суда, уже возможно этот вопрос как-то попытаться решить мирным путём, потому что ни одну сторону закон не лишает права дальнейшего обращения в судебные инстанции. Поэтому любая конфликтная ситуация, какая возникает, наверное, лучше всё-таки обратиться к специалисту, а уже в последующем решить, что с этим ему делать. Сейчас Вы стали принимать людей не только у себя в офисе, но ещё и в ЦОНе, так называемом, да, то есть в Народной канцелярии, которая появилась у нас в городе, и в Департаменте частных приставов. С какой целью Вы именно там открыли свои приёмные пункты? Ну, это пилотная... Если касаться ЦОНа, будем говорить, Народная канцелярия, там расположен Центр правоохранительных услуг. И именно в рамках пилотного проекта Генеральной прокуратуры в каждом регионе открыты такие центры. Это по методу одного окна, то есть когда гражданин приходит с той или иной жалобой, например, на действия государственного госслужащего или ещё какие-то вопросы у него возникают, он приходит в одно место. И в этой ситуации за каждым несогласием стоит неразрешённый конфликт. Поэтому, наверное, наши медиаторы и призваны к тому, чтобы принимать участие именно в реализации этого пилотного проекта. А в Департаменте судебных исполнителей какова функция медиаторов? Мы с вами говорили о том, что есть внесудебное урегулирование на стадии судебного разбирательства. И законодатель предусмотрел на стадии принудительного исполнения. И по итогам 2017 года свыше 8 тысяч исполнительных документов именно о взыскании алиментов. Мы сейчас только с января 2018 года сейчас открыты при поддержке прокуратуры области Борода и Департамента частных судебных исполнителей региональной палаты. Мы там открыли кабинет. Для чего? Для того, чтобы когда стороны находятся на стадии исполнения и у них возникают конфликты, во всяком случае проконсультировать наши специалисты там могут иметь такую возможность. И в любом случае выбор всегда остаётся за сторонами. Захотят они обратиться, чтобы миром порешать этот вопрос. То есть по определению порядка воспитания ребёнка, по взысканию алиментов в дальнейшем, по взаимодействию родителей по отношению к несовершеннолетним. Вот в этих целях для того, чтобы минимизировать именно конфликтные ситуации на всём протяжении с момента его возникновения. А как в суде относятся к тем решениям, которые вы принимаете? Суд должен их принимать или для них это рекомендательный характер носит? Когда медиация внесудебная, стороны приходят, вот, допустим, предположим, они заключили медиативное соглашение. И если одна из сторон не выполняет, причём это внесудебная же, ещё до суда они не дошли, если вдруг одна из сторон не исполняет, тогда у второй стороны за ним закреплено в порядке ГПК право обращения в суд в порядке упрощённого письменного производства. То есть это не исковое производство, а на основании медиативного соглашения судья, уведомив стороны, но вправе принять решение без их участия. Ну, медиатор – это специальность достаточно новая, да, в медиаторы приходят и юристы, и адвокаты, наверное, да, и судьи, которые уже опыт имеют работы. Вообще, какой нужно иметь опыт, чтобы заниматься этой работой? И, может быть, какую-то специфику образования? Законом о медиации вообще предусмотрено, что у медиатора может быть лицо, достигшее 25-летнего возраста, имеющее высшее образование. Прошедший тренинг, то есть прошедшее обучение по программе, утверждённой постановлением правительства номер 770 от 3 июля 2011 года. То есть есть определенная программа. То есть даже не юридическое образование. Да, и вот здесь, почему? А вот недавно были дебаты такие, мы с нашими коллегами обсуждали, многие склонны к тому, чтобы это были юристы. Я так считаю, что в самой основе медиации находятся техники переговорного процесса. И первоначальная профессия, она даже может в какой-то части помочь более квалифицированно разобрать те или иные конфликтные ситуации. То есть это человек, который имеет способности именно к переговорам? Да, и этой техникой, и этим, да. И именно эти техники, они и включены в программу подготовки профессиональных медиаторов. А как Вы готовите? Вы сейчас собираетесь продолжать вот эту серию тренингов, подготовки? Да, я, будучи являясь тренером по медиации, на постоянной основе, ежемесячно провожу я тренинги по подготовке профессиональных медиаторов. И, конечно, каждый раз мы совершенствуем, каждый раз что-то хочется. Но есть определенная программа, пока это 48 академических часов. Сейчас идет разговор о том, что вот в России 120 часов академических. И я так полагаю, что в последующем, наверное, в перспективе к нам тоже придет этот формат, потому что будут изменения вноситься. Но на сегодняшний момент это 48 академических часов. И для того, чтобы более эффективна была и более действенна была подготовка, квалифицированная, высококвалифицированная подготовка, вот начиная с февраля месяца, мы каждый раз что-то думаем, о феврале месяце мы хотим запустить ту же программу, но только по модулям. То есть человек прошел один модуль, у него есть сейчас возможность пройти практику. В Центре правоохранительных условий, в Департаменте судебных исполнителей. То есть в ЗАГСе, где у нас Академия семьи, мы открыты с 15 мая 2017 года. То есть есть возможность напрямую, вживую отработать те первоначально полученные теоретические знания, для того, чтобы их закрепить в практике. Большое спасибо, Лея Владимировна. Я думаю, что люди, которым важны и нужны решения медиаторов, они для себя много интересного почерпнули. Спасибо. Медиация эффективна во многих случаях, но особенно, если стороны не хотят публично разбирать свой конфликт, надеются продолжать деловые и личные отношения или полагают, что на судебные издержки потребуется слишком много денег. Желаем вам найти наиболее приемлемый вариант, чтобы избежать больших моральных и материальных потерь. Смотрите «Город сегодня» не только по телевизору, но и в интернете. Онлайн-трансляция на сайте rikotv.kz и в социальной сети ВКонтакте, а также на нашей странице в Ютьюбе в любое время. С вами была Марина Васильева. Оставайтесь на РИКО-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова